девочки привет сегодняшняя тема расклада я и он мы в паузе что дальше пауза или . да давайте смотреть пауза или . три варианта для вас первый зеленый второй оранжевый соответственно третий полосатый надеюсь что камешки попадает в кадр если по какой-то причине что-то вы не можете выбрать закрепленный комментарий под этим видео содержит тайм-коды три позиции будет для вас хотите все три просматривать все хотите интуитивно выберите один вариант но у меня расклады длинный может у вас терпения не хватит все три просмотреть какой резонирует вам выбрали единички я начинаю работать для вас паузы или . первые пять карт покажет нам самому по себе ситуацию да что там происходит у вас сейчас давайте посмотрим что он в личной жизни у него сейчас происходит мне хочется для вас сделать такой небольшой просмотр чтобы мы понимали резонирует не резонирует что у него в жизни сейчас происходит манипулировал манипулировал до ним вы манипулировал да ну в его жизни знаете как он все пытается починить каким-то своим строгим правилам строгим каким-то рамкам своим да он хочет своей жизни сам управлять здесь самое главное что ему важно сейчас ему очень важно навести порядок своих финансов да здесь он действительно как-то хочет управлять может быть у него знаете воодушевление которое связано с тем что есть какая-то сумма денег и он здесь думает как грамотно ею распорядиться и как будто вот эта сумма денег она знаете либо неожиданно пришла либо в результате какого-то труда может быть да может быть это семейный капитал там или после рождения ребенка еще что ты вот это сидит и думает да как ему правильно распределить финансы свои знаете и пока он вот этот вопрос денежный не решит как-то сказать что он как мужчина может проявляться да вот не могу потому что здесь еще знаете вопросы связаны с потерей работы вполне может быть может быть человек на фрилансе работает знаете что то такое вот как будто нестабильные заработки у него нестабильные заработками я не вижу что это чернорабочие например да потому что здесь человек головой думает почему кольцо перевернутая я вы знаете как хочу сказать у него не выгорело какое-то дело и это дело которое касается учет на работе это сто процентов сказать что это вот сейчас кольцо про свадьбу нет она скорее всего про какое-то сотрудничество какой-то проект который оказался абсолютно не долгосрочным да может быть человек как-то на него надеялся здесь вполне может быть проигрываться еще и начальник и партнер тут здесь какая-то денежная большая ситуация все-таки посмотрим почему ушел а кстати забыла сказать здесь все что происходит он только должно быть под присмотром высших сил я называю эту карту под присмотром высших сил ушел ушел в себя вернусь нескоро а че ушел там почему в чем причина того что ты ушел истинная причина в чем не потянул финансово да говори что не потянул финансово что вот оно что тут смотрите как тут очень интересные карты сейчас я такими расскажу вам мне пазл начинает складываться немножко по вот этой позиции сейчас еще больше запутал ладно сейчас распутаем не проблема смотрите финансово не тянет я так и задаю вопрос говорю так значит кольцо у нас не сотрудничество до 100 процентов про работы про какие-то проекты он здесь ждет денег понимаете он прям вот хочет прям помогу этими деньгами обладать и тогда у него этот князь переворачивать этот статусный мужчина вероятному а деньги как-то самоутверждается может быть прямо важны понимаете эти деньги но у нас пока перевернуты пока не совсем да что тут тебе надо понять знаете как здесь человек может быть несерьезный да или он как-то не хотел ни к чему никому серьезно относиться именно потому что не хочет никак делиться своими финансами они как не хочу женщины вписывать понимаете свои какие-то финансовые расходы вот и здесь вот вполне возможно что ушел именно чтобы не вписывать в свой финансовый план понимать вас но тот человек действительно что-то испугался и почему-то испугался вмешательства свой бюджет сто процентов то серьезных отношений не будет потому что брать ответственность чуть сильно я как бы не хочу да я как бы до этого не дорос ли я почему-то считаю что то мне тут что-то как бы слишком вывернешь мои карманы наизнанку да поэтому я считаю для себя лучшим решением уйти самое интересное что общение с вами коммуникации с вами как раз пробудили в нем эту жадность но если бы он не захотел изначально серьезных отношений к вам да у него поэтому жадность не проснулась бы а это знаете даже не столько жадность это какая-то темная сторона его понимаете что может быть он где-то или обманывал или он не может так проявляться как он хотел проявляться и тут что-то он прям знаете соскочил здесь понимаете самое главное что человек считает да что почему сейчас разлука да возможно потому что он действительно считаю что он финансово не тянет не тянет свои обязательства обстоятельства ли вас как-то финансово не тянет он хотел получить королеву жезлов понимаете я получил королеву пентакли которая сказала что ну то есть то что ты мне можешь предложить она у меня как-то не сильно устраивает хорошо сейчас на данный момент у нас мост переворачивается понимаете но самое интересное что вот эта пропасть между вами он ну как-то все равно как будто с вами с чем-то связано не может освободиться и знаете у него прям и дефикс такой в голове что он как будто здесь что-то важное потерял потерял знаете какую-то шестеренку которая запускала вот какой-то часовой механизм его успеха да вот именно поэтому он каким-то здесь понимаете мелочным вот этим вот этим проигрывается шулерам понимаете что он хотел просто что-то крупный куш какой-то сорвать а здесь его афера какая-то не удалась абсолютно и он завис он завис на том что он уже себе все распланировал понимаете по магу по манипулятору все расписал все понимаете расписал кроме вас вас он не хотел вписывать свою жизнь понимаете потому что вы бы нанесли урон по его финансы почему-то он считает что вас очень дорого дорого простите за выражение содержать это знаете я так смеялась прям такая маленькая ремарка но вы поймете чем говорю по поводу нещедрости этого персонажа смотрела какой-то шоу на ю тубе а там смысл в том что будущее свекровь приходит к невестке да ну смотрит какой косметика это пользуется и говорит а сколько что денег в месяц на себя тратишь на то этом говорит да я там люблю себя пользуюсь лучше вообще без задней мысли и значит голый за кадром типа это же моего сыночка она убирать будет понимаете и здесь мужчина почему-то решил что он как-то посмотрел прикинул например там сколько там ваши сережки стоит понимаете ваш образ жизни такой думать не это как бы нам такая корова не нужно да она нас разорит но при этом он понимает что для того чтобы держать вот тот уровень как бы которому вы там привыкли ли который вы хотите может вы что-то ему про транслировали здесь да вот здесь конечно нужно вкладывается и вот основной момент почему он собственно свалил за горизонт заключается в той вот по той причине что он действительно вас как-то финансово состоятельно не тянет его бесит что вы не проявляете инициативу там он так от учет думал то что а я то чем буду я же гордая сама птица до проявляться не буду она тоже не как-то не хочет проявляться и он воздерживается видите вы сидите оба просто в темных углах чего бы он хотел да давайте посмотрим деньги 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 позабы в покое лень делай деньги делай деньги остальное все дреби беден как есть у него еще деньги были бы понимаете эти как в мультике он здесь их либо как-то не зарабатывает либо соответственно просто здесь по этому по дурочку по ребенку по иерофан то понимаете здесь как-то поступает так он считает что дачу к вам там тратится просто не хочет не хочет как-то понимаете вас там свою жизнь встраивать вот и все чувства какие к вам чувства какие к вам у него вы знаете такая коробочка сюрпризом для него оказалось потому что он подумал что вы подарок а вы так как бы это не очень-то подарок сам по себе он так хотел прямо знаете на чувственно насладиться все для себя там все что нужно получить понимаете у него амбиции такие были по покорению вас как того и вере стату что-то пошло не так все пошло не так смотрите здесь либо он как-то хотел просто вами воспользоваться да и совсем вас свою жизнь тут как бы не вписывайте оставить у вас вот это вот страдающие девицы которая просто в него очень сильно влюбиться и будет мучиться ему как бы прикольно он просто и понимаете он пошел как бы получил свое да и пропал вообще с горизонта вашего как бы так хотел и в принципе он так и сделал и он знаете как из-за того что он завис и никак не проявляется это он все вот так специально делает и вот это вот все что сейчас происходит каким образом это связано с вами до чего он бы хотел получить своим поведением от вас знаете он когда ушел он действительно ушел очень сильно разочарованным убитым разбитым да и сейчас как бы на данный момент вернуться но что он вернется абсолютно в том же положении то вы его видимо как-то сильная либо обидели либо унизили сердце что сейчас по отношению к вам у человека он бы хотел чтобы это было все очень легко и чтобы вы давно уже понимаете освободили пространство его комнаты в головном центре да а чуть не получается видите клевер переворачивается затянулась понимаете все это сейчас да я согласна что все на паузе вот она какой-то некое охлаждение пошло и так далее но к чему нас выведет эта ситуация что в итоге мы должны понять что это родовая история что видимо может быть он правда для того чтобы к вам вернуться должен научиться либо деньги зарабатывать либо дорасти до вот этого состояния короля пентакли понимаете что потом будет когда дорастет он еще испугался он еще испугался каких-то ваших магических способностей которых честно говоря это сильно не вижу на именно в том плане что вы никак на него не влияли абсолютно да и он почему-то считает что да какая-то очень пожрецы понимаете верховный вы проигрываетесь у человека он боится боится именно того что вы будете как-то не управлять или что-то еще что сейчас происходит жизнью человеку он сидит в башне да вот в этих эмоциях своих потому что он вообще не может понять что происходит он действительно считает что у вас какие-то способности потому что как правило женщины никаким не управляют а тут вот она на те приехали к чему вы выведете его это башня трансформацию человека пошла мощная очень пошла видите здесь вот именно по роду пошла трансформация вы не просто так ему посланы понимаете здесь да здесь человек по умнее должен и вы здесь именно проигрываетесь как вот эта мудрая змея как священное животное для человека поэтому то что знаете вот он как-то ушел вот этот момент как бы развилки что вы страдаете и мучаетесь и но я знаю что и ласта башни идет а ласта что идет вы понимаете вот какая-то внутренняя борьба да потому что тоже не можете понять в принципе как бы данный так сильно до мне не дотягивать чушь я так вообще убиваюсь по ним что он должен понять после своей этой трансформации он будет выходить на контакт но будет скрывать свои чувства очень сильно будет как-то закрывать но ему очень важно с вами общаться сто процентов важно с вами общаться не что он хочет этой собакой да он будет по-другому совсем к вам проявляться вообще то есть как-то закрывать может быть он пытался я же говорю что увидеть вас королеву жезлов вы на него посмотрели своим холодным надменным глазом типа ты мальчик то но что я знаю да что я привлекательная женщина что что тут навоображал себе дорогой мой он поймет что к вам так просто не подкатить и здесь вполне может быть что он будет как бы проявлять себя исключительно как-то ну опять знаете на дурачка там по легкости да там пойти если бы как-то в чувствах признаваться да но это через алкоголь вот просто напьется понимаете и как-то что-то будет говорить вам будет признавать сидишь про любовь безусловно что что он скажет что ты меня ксении подпускаешь да такая но ты вся такая огненная на что мне что мне греть делает пьяный понимаете будет и он еще знаете как проявится короче тут скорее всего история опять как-то связано с интернетом вот и поэтому он будет проявляться если не заблокирован будет писать понимаете в интернете да и он очень боя боятся будет поговорить об этом да и и скорее всего только под алкоголем он сможет вам в чем-то как-то признаться вот как-то так что там в итоге есть у нас итог какой-нибудь ближайший вы победительницы понимаете здесь выйдете и вы как бы ну поймете и знаете вот возможно вы будете говорить потому что вас все таки очень такая сильная эмоциональная связь и возможно вы про себя очень многое знаете опять же да по вот этой святой воде и прекрасно понимаете что вас либо способности либо энергия такая сильная есть да вот и он так как бы это чувствует и может быть он как бы пьяные будет спрашивать и что там ведьма вы скажете там ну как бы есть немножко да как бы здесь просто все станет на места и может быть вы просто скажете ему чтобы никто и в этом не привораживает просто такому все есть человек ну понимаете он должен пройти все эти моменты своей трансформации тут как-то все что ты понимаете белыми нитками тут в принципе даже ухода как такого нет тут даже счастливый некий финал есть он конечно без продолжения пока потому что пока это знаете все раскрутится это вся ситуация пока все раскрутится вот такой вот первый вариант для вас двоечки напоминаю что тема сегодняшнего расклада пауза или точка вернется или не вернется наш замечательный персонаж наш персонаж наша птичка наш блудный попугай вернется и вернется давайте 5 карт на просмотр ситуации 5 карт на просмотр ситуации скажет почему ушел давайте сейчас посмотрю что него в личной жизни сначала происходит что него в личной жизни сейчас происходит человек у него новая любовь к новым берегам ушел ушел к новым берегам человек Ну и что там, ушел к новым берегам? Хорошо тебе. Ну, знаете как, если он от вас ушел в брак, который принесет ему благополучие, есть такое, или вот какая-то, может быть, более яркая женщина, более успешная, понимаете, рядом с ним. И вот там, возможно, даже не про любовь. То есть, с одной стороны, конечно, это пара, все безусловно, но там очень много, знаете, амбиций. И вот эти амбиции, желания, они заставляют человека все-таки жить, заставляют его чувствовать себя живым. То есть, он ушел, знаете, в союз, который, скорее всего, не про любовь, но он, наверное, рабочий, может быть. Или здесь не столько страсть к женщине, да, к которой он ушел, а именно какая-то выгода, какой-то расчет, может быть. Здесь не просто так ушел человек, то есть не просто так он пару образовал. Вполне возможно, что ваша разлучница, женщина с работы, потому что их очень много объединяет. Их объединяет как раз вот эти, знаете, моменты рабочие по накопительству. Ну, знаете, как здесь идет. Тут же женщина, наверное, сильнее, да, почему мужчина переворачивается. Он достаточно быстро ушел. Он долго как-то не раздумывал что-то еще. Это какой-то стремительный был уход. И вполне возможно, что он для себя понимает, что эти отношения кратковременные. И, понимаете, на достижение какой-то конкретной цели. Вот он как будто здесь своего добился чего-то, да. Почему здесь медведь перевернутый? Ну, оно, понимаете, его эти отношения на самом деле не радуют. Они для него болезненные. Вполне возможно, что он начинает как-то страдать по мужской сфере, понимаете. Здесь вот какой-то такой интересный момент. Почему ушел? Давайте посмотрим. В чем истинная причина того, что ушел? В другой женщине ушел, да? Ну, это, скорее всего, очень был яркий, знаете, такой эмоциональный конфликт. Либо выяснение отношений, либо вас просто это повергло в какой-то, знаете, такой неимоверный шок, когда эмоционально ты просто даже не знаешь, как жить и как выжить, да. Здесь действительно вот какой-то такой прям вероломный уход мужчины. И вполне возможно, опять же, что это либо интернет знакомый, либо ушел он к женщине, с которой в интернете познакомился. И так хочу сказать, что... Сейчас здесь... Ну, послушайте, я не вижу, чтобы вы были парой, полноценной. Тут, скорее всего, опять же, знаете, было знакомство, где он не проявлял себя как-то серьезно, может быть. Либо все, что он как-то говорил, оно... Оно как-то, ну, инфантильно, да, может быть. Ну, тут же еще вот момент меня смущает, знаете, меня смущает момент, я здесь могу, конечно, подозревать даже магию, да, потому что рядом карты лежат магические. Да, вполне возможно, что здесь вас действительно развели, понимаете, здесь работа выполнялась на расход, да, и поэтому он еще болеет, болеет именно по мужской сфере сейчас на данный момент. Вот он воровствован, с чем связано. С тем, что здесь женщина хочет от этого мужчины богатства и амбиции каких-то, да. Ну, смотрите, как показывает нам, что вполне может быть. У меня просто, понимаете, изначально леса смутила. Леса всегда про магию, еще и рядом с ребенком. Ну, сейчас я ребенка дополню здесь. Ну, вот здесь вот какой-то, знаете, либо флирт в интернете, либо что-то, ну, чувственная какая-то любовь, вот. Но меня смущает, почему на ребенка идет оторжение, что это такое. Нет связи, нет связи с ребенком, нет, не инфантильный, это ребенок, нет связи. Я не вижу вас парой, но если у вас совместный ребенок, значит, вы на мужа смотрите. Ну, тут отношения здесь на вас держались. Отношения на вас держались и вот прям планомерно их разрушили. И вот как будто он резко ушел достаточно. Да вообще прям непонятно. Ну, что, что, есть мне чем вас обнадежить. Что чувствуют к вам сейчас? Чувствуют, что к вам сейчас. Знаете, у него есть какое-то чувство превосходства, потому что он сейчас живет лучше, чем вы. Вот он как будто вот свою мужскую немощь или как-то так, он компенсирует тем, что там есть деньги вроде как, да. И он может даже как-то немножко воспытаться этим унизить или что-то еще, да. Как будто он нашел свое место под солнцем. Страхно так, что чувствует к вам. Он чувствует, что он ушел от вас как-то с радостью, понимаете. Как будто вот с легкой душой ушел, да. Он освободился от вас, да. Он говорит, что нет, я сюда сейчас на данный момент вообще больше не вернусь. Что в голове у мужчины сейчас происходит? Знаете, он, видимо, осознает, что он вас обидел. Ну, как будто ему даже несколько на это все равно, что может быть он просто считает вас святой женщиной, а в том плане, что она вытерпит, она сможет, она сильная, да. Как-то вот с одной стороны у него есть чувство вины, а с другой, да, она же сильная. А по сути мужчина здесь ушел в строительство чего-то нового, да. Там, значит, его просто поманили. Там очень сильная у вас соперница, девочка, но очень сильная. Вы против нее либо как-то себя не проявляете, либо не сможете, понимаете, против нее сейчас. Тяжело вам, да, чтобы там не происходило, сейчас тяжело. Сказать, что он сейчас вернется. Давайте спрошу, что вам делать надо. Что вам сейчас делать в этой ситуации? Ну, что, если вы жена, видимо, как-то нужно разводиться. Да, сейчас, видимо, как-то борьба идет либо за мужа, либо за мужчину, да, на данный момент, да. Ну что, какое-то известие получите. Конфликт какой-то, да, выяснение отношений в любом случае будет. Прояснение каких-то иллюзий. Если ситуация затянулась, она решится в ближайшее время. Здесь будет прояснение отношений. Почему мужчина ушел? Еще раз спрашиваю, почему мужчина ушел? В чем истинная причина? Ушел, понимаете, к другим берегам за урожаем, понимаете, ушел. И он действительно как-то считает, что он решил свои жилищные проблемы, еще что-то, как будто ему высшие силы, знаете, помогли. Вот как вот, как будто женщина, как будто дар для него, да. Но вы видите отношения у человека, да, любовный треугольник, новые отношения. Такой интересный человек. Но в чем-то в иллюзиях живет. Сейчас вы посмотрите и наблюдаете, потому что если там действительно магия, то магия сожрет человека. Спасать вам ни в коем случае не надо. Ни одной карты, то, что вы его должны спасать, чистить, я не увидела. Расклад был такой большой, просто наблюдайте за ситуацией. Я понимаю, что больно, трудно, да, в башне сидите эмоционально. Но так хочу сказать, человек своей цели преследует. Вот. Возможно, он как-то добьется там благополучия или что-то еще. Может, это жмет там у кого-то что-то, квартиру, машину. У него есть вполне определенные материальные цели. И как-то что-то будет пытаться возвращаться. Вполне может быть такое. Да, вот как-то ему, там не про любовь, понимаете. Там просто у него жажда деятельности. Вот что-то прям, как-то, знаете, вот как будто счастливый шанс. Он подвернулся, он там хочет все забрать. Хотя человек не понимает, что он болеть уже начинает. А он как мужчина слабеет. Вот такая вот интересная ситуация для вас. Троечки привет. Напоминаю, что тема сегодняшнего расклада разрыв, пауза или точка. Пауза или точка. Мы сейчас просмотрим, что в отношениях между вами происходит. Посмотрим, что в отношениях между вами происходит. Опять карта Мада, эти вот карта Манипулятора. Вполне возможно, что... Да и в принципе, это и не мой канал единственный, который вы просматриваете. Потому что вы все пытаетесь получить известие, но получить известие каким-то магическим способом. В том числе, может быть, через торологов. Расклады, может быть, смотрите. Или там какие-то другие ритуалы. Потому что вы пытаетесь понять, что же там у него происходит. Через других людей, через других лиц. Ну что там любовный треугольник, что у них там происходит. Что у него по отношениям к другой женщине. Мы там его личную жизнь просматриваем. Ну, либо она как-то доминирует. Либо что-то ему... Что-то его не устраивает. Он живет по ее каким-то правилам. Понимаете, по ее нормам. Почему медведь переворачивается? Да урок у него какой-то. Сомнения что-то. А, ну там что-то шепчет. Вполне может быть. Ночами. Ночами что-то наговаривает. Да, можешь тут шептать вполне. Как вот... Чтобы он к вам не вернулся. Чтобы что-то вычеркнуть в вас из жизни. Чтобы он не думал, что он ваш мужчина. Да, вот эти иллюзии в нем поселит. Что со мной лучше, чем с ней, она говорит. Там нормально мужчину обрабатывает. Всячески. И через тело, соответственно. Через огонь. Да, и какие-то разговоры. Там что-то. Прямо, знаете, со всех сторон на него, конечно. А так идут, чтобы он как-то забыл вас. Чтобы как будто, знаете, не общался. Чтобы показать, я лучше. Да, зачем тебе кто-то еще, я лучше. Прямо с кожи вон лезет девочка. Ну, женщина, не знаю. Что по отношению к вам сейчас, мужчин? Ну что, либо запутался, либо это действительно было интернет-общение. Да, сейчас просто так часто стала проигрываться паутина, как интернет. Ну что по отношению к вам? Здесь, конечно, маски упали. Возможно, может быть, он вас обманывал, да, в чем-то, что вы единственная женщина. Или как-то вы узнали о наличии соперницы. До сих пор вот как будто это недавно, может быть, произошло, да, что по отношению к вам. Но по отношению к вам, знаете, на самом деле как-то либо в какой-то период хотел построить будущее, может быть, может еще что-то. Здесь мужчина еще, может быть, не до конца понимает происходящее. Он в чем-то завис, понимаете. Он завис еще пока... Вот у него есть какие-то теплые чувства по отношению к вам, они именно чувственные. И у него вот эти вот все, знаете, какие-то определенные воспоминания, да, какая-то тоска, ностальгия. У него все-то есть по отношению к вам, да, но понимаете, и вот эти вот эмоции, ну, как бы периодически у него возникают. И они возникают, потому что вы про него так думаете, да, и вы, когда думаете про него, все равно вот это есть в связи. Ну, как бы притягиваете в этом плане друг друга, конечно. Что у него еще по отношению к вам, так куда бы положить сейчас? Он считает, что он достаточно легко вас может забыть, знаете, он на таком вот как бы неком эмоциональном подъеме, да, что там-то, понимаете, над ним там со всех сторон просто женщина кружит и тут, и так, и это, да. Ему там вот как бы весело больше, больше весело, конечно, но обрабатывает она прям его, конечно, значительно, потому что как-то либо, ну, либо сила женская, либо давление какое-то присутствует, все-таки переворачивается у нас вот мужская сила, мишка у нас все равно переворачивается. Тут как бы сказать о том, что мужчина как-то, ну, чувствует себя здесь хорошо и уютно, удовлетворенно, как-то нет. Тут очень похоже на желание подчинить мужчину себе. Ну, что у него к этой женщине? Давайте посмотрим. Ну, она сильнее, понимаете, здесь. Здесь женщина больше тоже, наверное, как мечевая проигрывается, которая сказать, что она какие-то сильные эмоции ему дает. Тут она, скорее всего, просто все делает очень грамотно. Что он думает по поводу к вам вернуться, не вернуться сейчас? Ну, сейчас конфликт. Сейчас, наверное, я не могу сказать, что есть шансы на возвращение. Конфликт, семья. Ну, знаете, есть некое чувство сожаления. Вполне возможно, что он там как-то, может быть, наиграется, потому что все-таки есть шанс на, понимаете, как на... Ну, либо возобновление отношений, да. Но если он ушел, получается, вернулся к жене или жена, там, собственно, что-то мутит, да, есть шанс на развод как-то так вот. Просто там не вижу, конечно, что она жена, но кто знает, да. Скорее всего, интернет-знакомство было, да, здесь. И здесь, знаете, вы тоже для мужчины, как вот, знаете, некий психолог, как вот лекарь какой-то, да. И он-то, по сути, с вами почему-то не собирался тоже как-то либо серьезно задерживаться, либо как-то просто, может быть, хотел что-то вот, ну, там, как... Ну, сердце разобьет, потому что, а что я там сделаю, да, если я, например, там женат или еще что-то. Ну, вот какая-то такая, знаете, история, она пока на данный момент ни к чему не приводит. Она приводит исключительно к каким-то, знаете, конфликтам, выяснениям отношений. Но каждому здесь прилетит свое, понимаете, по этому бумерангу. Есть для вас сейчас совет какой-то по этой ситуации? Занимайтесь собой, занимайтесь своим, понимаете, саморазвитием. И здесь, конечно, и вам-то нужно от этой всей ситуации уйти. Что будет, когда вы уходите? Смотрите, вы уходите из этой ситуации, и у вас начинаются вот эти вот проработки, понимаете, именно своего понимания, да, кто я здесь, да, кто я в этих отношениях, вот сюда тоже положу вам карту. Потому что вы сейчас запутались действительно. Вы даже не знаете, на самом деле, по судьбе вам этот человек или нет. Здесь вы поймете, почувствуете и познаете себя. Но вам нужно, конечно, тут в тишине пока посидеть. Сейчас вообще не до этого человека. Пусть он там пока праздником жизни своим наслаждается. А вы занимаетесь собой. Вот такой для вас был третий расклад. Троечки. Расскажите, пожалуйста, как проигрывается у вас, что вы здесь понимаете. Вот не ждите пока возвращения, но это не навсегда. Есть шанс на изменение отношений к вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok